всем огромный привет рада всех приветствовать у меня на канале и сегодня будет парфюмерный обзор многие меня просили и спрашивали какими же ароматами я буду пользоваться в начале весны действительно данный вопрос наиболее сейчас актуальный глаза разбегаются хочется и пионов и сирени и мимозы и тюльпанов хочется абсолютно всего в частности мне кажется сейчас приоритете именно цветочные какие-то отдушки запах ванили и амбры и у да он уже наверное будет не актуален в начале марта поэтому я начинаю уже готовиться феврале а подготавливаю ароматы и у меня весна начинается уже буквально с десятых чисел февраля да так всегда у меня происходит и уже к моменту наступления весны у меня поистине весеннее настроение сейчас вы уже можете краешком глаза увидеть примерно какие ароматы я буду брать свое использование здесь будет как люкс так и ароматы бюджетного сегмента и конечно же сетевая парфюмерия куда без нее я без нее просто жить не могу потому что в сетевой парфюмерии есть ароматы находки без которых просто не прожить и перед тем как мы начнем уже говорить о весенних ароматах хочу вам представить крутейшие просто парфюмерные новинки для дома которые уже представлены в летуаль по привлекательным ценам ссылки я конечно же оставлю в описании это диффузоры для дома от бренда меня кристалл производства турция лаконичный красивый дизайн который впишется в любой интерьер разнообразие вкусных отдушек начиная от каких-то ягодных фруктовых цитрусовых и заканчивая древесными отдушками у меня есть семь ароматов которые безумно вкусно пахнут я даже не могу отдать какому-то одному предпочтение очень мне понравилась отдушка от цитруса с корицей отдушка с карамелью и рисками очень тоже вкусно пахнет и рисками мейлер вот такая вот потрясающая отдушка вишня с миндалем куда уж без дыни не смогла пройти мимо конечно же манго и вот такие вот классные отдушки тути-фрути и инжир они тоже очень-очень вкусно звучат данные диффузоры подойдут как для дома для офиса так и для различных спа-салонов и для каких-то больших организаций где хочется чтобы вкусно пахло поэтому девчонки и мальчишки обязательно приобретайте ссылки все будут в описании но мы давайте будем смотреть какими ароматами я буду пользоваться этой весной первый аромат которым я решила воспользоваться именно в конце зимы начала весны это ароматы природы от бракард вообще ароматы и бракард мне не всегда подходят с меня они быстро слетают но именно на этот аромат я услышала много положительных отзывов это тюльпан и мимоза туалетная вода 100 миллилитров приобретала на вауберис рублей наверное за 350 довольно таки бюджетная душка поистине весенние мне показалось что именно в этом аромате очень много есть некой такой вот помадности я даже не ощущаю пудру или что-то еще такое вот необычно связанное с цветами а для меня все таки здесь какой-то такой вот нюанс переплетения мимозы и тюльпана это что-то действительно необычное не скажу что именно этот аромат какой-то такой прямо яркий насыщенный нет он для меня цветочно приглушенный я его наношу ощущая где-то примерно пару часов потом он с меня благополучно слетает но я признаюсь честно что если бы этот аромат сидел на мне больше 3-4 часов то он начал меня раздражать потестирую конечно на протяжении весеннего периода возможно когда будут светить более яркие лучики солнышка этот аромат будет еще красивее раскрываться на мне далее следующий аромат который я очень очень сильно люблю и редко им пользуюсь так как для него не всегда подходит сезон это арифлейм арифлейм именно jasmine данный аромат я знаю многие просто любят за счет того что здесь круто звучит жасминовая нотка кроме жасмина я возможно здесь еще ощущаю какую-то зелень траву что-то такое не навязчивая этот аромат на мне сидит чуть дольше он очень красивый сексуальный вот этот аромат уходит в сливочное звучание он как начинает окутывать вот этим вот своим облаком что просто начинает даже в какой-то момент кружится голова и ты понимаешь что это аромат натурального такого красивого яркого но в то же время нежного жасмина обожаю его но его по-моему сняли с производства очень очень жаль потому что аромат был мега мега достойный далее аромат который также от арифлейм который изначально я вообще не поняла а для меня он не пах каким-то вишневым цветом для меня это было что-то несуразное больше уходила не в цветочность а именно какие-то недозрелые ягодки но постояв этот аромат стал просто великолепный я на него подсела уже наверное в январе в конце января и даже его в какой-то момент наносила на подушку перед сном он меня убаюкивал успокаивал и я спала как младенец здесь уже для меня стало проявляться то самое красивое звучание весеннего цветущего сада возможно не совсем ярко я ощущаю именно цветущий сад вишен но в переплетении может быть даже с яблонем цветом что-то такое я ощущаю какая-то легкая звонкость ненавязчивость в то же время искорка такая звучащая очень-очень ярко это вот та грань когда аромат вроде бы как и яркий но вроде бы как он и не сильно яркий я его не могу до конца еще понять но он себя влюбил меня вернее влюбил себя я просто стала фанатом и сейчас я задумываюсь чтобы его задублить если его даже сняли с производства то я его обязательно найду на авито и куплю себе дублем это просто бомбическая композиция далее аромат который я повторила и купила в третий уже раз это today tomorrow always this love данный аромат имеет составе ноты арбуза здесь есть экзотические фрукты очень много цветов конечно фрукты они тоже придают некую такую звонкость данному аромату но для меня это больше цветочная композиция яркая насыщенная такая прямо сексуальная шлейфовая и так далее и тому подобное обожаю наношу на себя не один пшик да грешу могу 10 пшиков этого аромата но я его очень люблю получаю всегда море комплиментов и мне кажется что это мое парфюмерная и сегмента именно сетевой парфюмерии что-то такое крутое в сетевой парфюмерии в таком вот направлении в таком звучании я не встречала именно этот аромат пока никаким незаменим в таком направлении далее аромат которым я пользуюсь уже неделю я не могу просто с него слезть аромат я знаю что от японского бренда не буду выговаривать но здесь красивый во-первых флакон сам аромат пахнет для меня весенними цветами в большей степени это сирень хотя по моему здесь гиацинт или что-то такое но аромат для меня пахнет сиренью я просто от него обалдею его лучше не наносить много пшиков иначе можно задохнуться самому и если кто-то будет рядом то они тоже получат свою дозу данного аромата он насыщенный здесь много много зелени он очень стойкий он держится сутки если нанести его на шарфик если нанести его на волосы то этот аромат он ощущается долгое количество времени я поняла что как только начинают светить первые солнечные лучики то нужно его срочно доставать это бомбическая композиция которая имеет кристальный такой ненавязчивый мускусный отголосок этот мускус он настолько выполнен четко и красиво что если вы любите сирене если вы любите мускус то потестируйте вот этот аромат вы однозначно будете в него влюблены так же как и я далее аромат который я повторяю тоже когда у меня только закончится я его приобретаю купила на валберис это классический incandescence раньше я его но не то чтобы терпеть не могла я его не понимала но в какой-то момент я его распробовала и сейчас я без него жить не могу кто-то писал что вот этот вот флакон должен быть матовый да в россии понятное дело он матовый производство польши идет прозрачном стекле и я видела у девочек заказы которым приходят парфюмы из польши у них вот такой вот флакон да это производство польша и это оригинальный аромат сейчас я попробую сделать чтобы вы увидели информацию это потрясающая красивая вкусная очень такая вот прям цветочная солнечная композиция я жить не могу без этого аромата как только он у меня заканчивается я его сразу же приобретаю это и мимоза это и сливочные какие-то аккорды возможно это сливочный мускус но это для меня аромат находка если я хочу поднять себе настроение далее аромат который я буквально сегодня достала после годовалого пролеживания в моей коллекции он у меня так сказать завалился за стойку и я его не видела это позы с абсолют с нотами граната когда я его приобретала он был такой легкий кисленький не было в нем никакой такой прям навязчивости стойкости но постояв буквально год этот аромат стал мега насыщенный мега стойки этот аромат стал уходить даже в какую-то шибровость он на просто он просто настолько стал яркий красивый насыщенный и богатый вот этой вот всей своей шикарной пирамидой которую заложила компания насколько это классный аромат ему нужно постоять с ним нужно не торопиться я сейчас целый день просто хожу в этом аромате и у меня даже проскальзывают такие мысли что ну когда ты уже выдохнешься я хочу нанести инкадесенс как бы может быть смена настроения она влияет и на какую-то позитивность на какую-то легкость но нет этот аромат он держит он не дает никаким другим чтобы я их сейчас использовала он говорит я сегодня солирую так что буду сегодня ходить именно с этим ароматом далее аромат булгари тоже достаю его исключительно в какие-то такие либо весенние либо июньские деньки это булгарис по моему тоже здесь нету составе никакой сирени здесь по моему также какие-то гиацинты или что-то такое но я ощущаю здесь отчетливо сирень тоже уже начала им пользоваться не могу рука тянется но этот аромат он тоже имеет очень 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 яркую яркую мускусную такую вот яркий мускусный аккорд который въедается и от него даже может болеть голова с ним нужно быть посторожнее с ним главное не переборщить люксовая парфюмерия как правило она изначально кажется какой-то такой легенькой ни о чем но сейчас когда этот аромат настоялся он стал очень очень игривый очень задорный такой прям тоже яркий кричащий в целом это суперская просто находка я рада что в свое время у меня этот аромат появился что я его рвала там за какие-то копейки приобретала в магнит косметикс когда уже магнит распродавал всю свою такую вот потрясающий бюджет у а люксовую парфюмерию в общем этот аромат тоже моя любовь на все время которое только сколько этот аромат у меня есть я всегда ему признаюсь любви он для меня один из лидеров ну и я решила в этот раз не набирать много ароматов я решила потестировать вот такое вот можно сказать не очень большое количество я подумала что может быть я что-то в этих ароматах прочувствую еще интересное может быть как-то они для меня откроются еще по-новому и вот теперь у меня есть есть вот такие вот красивые диффузоры и вот такие вот ароматы которые будут поднимать мне в конце зимы начало весны настроение на этом я буду прощаться напоминаю что все ссылки будут в описании всем я желаю удачи мира добра и всего самого наилучшего пока пока